В Дагестане нет междунациональных конфликтов. В Дагестане являются наиболее уважаемыми, наиболее почитаемыми в своих этносах. Тот же самый Единый Дагестан едва ли мог бы существовать, если бы такой процедуры согласования интересов, причем не только на уровне карьерных решений, не только на уровне государственных постов, но и на уровне культурного представительства, на уровне, если угодно, неких мировоззренческих основ не существовало. И на самом деле я хотел бы присмотреться к Дагестану и подумать над тем, каким образом этот опыт можно было бы распространить на Россию. Вы представьте себе, что было бы, если бы в том же самом Дагестане те народы, которые составляют эту республику, аварцы, даргинцы, кумыки, лесгины, табасаранцы, другие народы, их как бы не было. Представьте себе ситуацию, когда говорили бы, вот есть только дагестанцы и все. К чему бы это привело? Я думаю, что это привело бы к очень серьезным конфликтам. Представьте себе, если бы в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии также сказали бы, что нет карачаевцев и черкесов, нет кабардинцев и балкарцев, а есть только вот мы все жители одной республики. С одной стороны, это справедливо, есть общегражданская идентичность. С другой стороны, если игнорировать идентичности национально, то рано или поздно это приводит к взрывоопасной ситуации. Так вот, та ситуация, которая, как некий фантастический момент я описывал бы сейчас в отношении Дагестана, она существует сейчас в отношении России. То есть в России существует ситуация, при которой обществу внедряется российская идентичность не как общегражданская, а как заменяющая этническая. Я еще раз хочу акцентировать момент именно на этом. Никто не против того и наоборот все только за, чтобы мы все граждане России, все у кого есть в кармане российский паспорт, соотносили себя с российским государством, с его успехами, с его проблемами, с его настоящим, с его будущим. Но если мы будем отменять свое прошлое, то прошлое, которое связано с прошлым нашего народа и нашей национальной идентичности, то это ни к чему хорошему не приведет. На уровне общероссийском, общенациональном мы наблюдаем именно такую картину. Вопрос о русском народе, вопрос о русском факторе, этот вопрос, он висит в пустоте. Даже в советское время, когда интернационализм, достаточно агрессивный интернационализм, был государственной идеологией, мы, люди, которые живут в России и молодежь, они очень четко соотносили себя с русским народом. Слово «русский» не было чем-то постыдным, не было синонимом слова «экстремист», не было синонимом некой фронды, в лучшем случае. Что происходит сейчас? Слово «русский» табуировано в официальных чиновничьих документах. Слово «русский» встречается с очень большим скепсисом в отношении чиновников всех видов, к которым предстоит общаться, человеку, который хотел бы заниматься некой позитивной социально значимой деятельностью на русском культурном направлении. Я могу привести свой собственный пример. Не так давно я пришел в Московский дом национальности. Это замечательное заведение, которое должно, в принципе, предоставлять свою территорию совершенно бесплатно и безвозмездно на основании решения закона правительства Москвы представителям всех национальных организаций. И сказал, что мы хотели бы проводить молодежный клуб Всемирного Русского Народного Собора на вашей площадке. И что мне сказали? Мне сказали, послушайте, мы предоставляем нашу площадку национальным организациям. Какой русский собор? Этот чиновник, не хочу называть его имя, он вообще считает, что такой национальности, как русские, в России нет. Вот это главная проблема. Потому что проблемы в отношениях между людьми разных национальностей, да, они есть в России, но они есть везде. И я вам могу сказать, что градус психологического напряжения между русской и кавказской молодежью, он ниже, чем градус напряжения между белой, латинской и афроамериканской молодежью в Америке даже сейчас. Что, конечно, не говорит о том, что этого напряжения нет. Но не это главная проблема. Главная проблема не в головах молодых людей. Главная проблема в сознании чиновников в том курсе, который идет сейчас на государственном уровне. Вот здесь проблема. Потому что считать, что это никому не видно, считать, что это незаметно, считать, что этот курс можно проводить и ничего не будет, потому что всем все равно. Потому что людей с русской идентичностью не существует. Они идентифицируют себя как мужчины и как женщины, как люди той или иной профессии, как представители того или иного социального слоя. Их интересуют социальные проблемы, их интересуют проблемы досуга, национальные проблемы их не интересуют, и пусть они их не интересуют дальше. Вот так я ощущаю себе на текущий момент некий мировоззренческий мейнстрим тех людей, которые реально дают отмашку на ту или иную позицию в вопросе междунациональных отношений. Эта позиция ошибочна, потому что национальная идентичность – это вещь, за которой стоит память 40 поколений, которые жили прежде нас, и тех последних поколений, которые отдали свою жизнь в годы Великой Отечественной войны, кстати. Эту идентичность не вытравишь. Эта идентичность не исчезнет, и она не заглохнет под сподом социально-экономических проблем. И делать так, как будто бы ее не существует, это означает загонять проблему в угол. В лучшем случае это приведет к тому, что русская идентичность постепенно будет ослабевать, а на смену ей придут другие идентичности, которые, я бы не сказал, что очень полезны для нашего будущего государства. Например, так называемый белый и так называемый черный. На смену русской идентичности, за которой стоит огромный багаж культурных связей и добрососедств с другими народами, придет идентичность расовая. А это уже достаточно серьезная проблема, потому что содержание этой расовой идентичности, оно импортируется к нам из других стран, из тех стран, где распространены именно межрасовые конфликты. Поэтому, что я предлагаю? Очень важная мысль, сказал сейчас отец Всеволод, о том, что очень важно, чтобы авторитетные представители того или его народа должны давать оценку поведению тех людей, которые этот народ представляет. И вопрос заключается в том, что эта схема должна быть социализирована. То есть должны быть структуры, которые в той или иной степени могли бы говорить от своего народа. Я понимаю беспокойство людей, которые занимаются национальной политикой, беспокойство чиновников. Их утомили, достали представители национальных диаспор, которые приходят к ним и требуют от них многочисленных льгот, финансовой поддержки и так далее. Конечно, им удобно было бы снять эту тему вообще, потому что так удобнее работать. Но комфорт и удобство при учреждении своих профессиональных обязанностей в общем не означает эффективности. Поэтому я думаю, что действительно нужно поставить вопрос о том, какие структуры, какие организации все-таки выражают в той или иной степени, в достаточно широкой, не в полной, не в абсолютной. Я не могу сказать, что Всемирный Русский Народный Собор говорит от имени всех русских, но его позиция, она близка, я убежден в этом большинству, достаточно большого части русского народа. То же самое представители уважаемых здесь организаций кавказских. Не думаю, что представители всех кавказов, живущих в Москве, знают их деятельности, разделяют их позиции. Но они пользуются авторитетом у достаточно большой части этой группы населения нашего города. Вопрос заключается в том, чтобы мы все на базе общих ценностей, потому что мы признаем, что в основе нашей идентичности государственной должны лежать общие ценности, нашли такую формулу, при которой мы бы сотрудничали вместе, и не отменяя наших национальных идентичностей, как русский. Я говорю прежде всего национальной идентичности русской, потому что последние 20 лет вопрос об отмене этой идентичности стоял. И в директивном порядке слово русский заменялось очень часто во многих документах на слово российский. Так и для идентичности других. Чтобы мы нашли ту формулу, которой можно было бы действительно совместно работать и решать этот вопрос.